За последние десятилетия были сделаны большие успехи в области исследований человеческого мозга. Ученые ввели термин «нейропластичность», который выражает идею о том, что физические связи между нейронами мозга меняются в соответствии с мыслями, проходящими через них. Канадский психолог Дональд Хэб заметил, что если два нейрона активны в одно и то же время, то сила связи между ними возрастает. Когда человек находится в состоянии непрерывного внимания, нейроны связываются между собой. А это значит, что вы можете создавать ваше собственное субъективное восприятие реальности. Это буквально означает, что если ваши мысли наполнены страхом, беспокойством, тревогой и негативностью, то вы укрепляете связи для разрастания все большего числа подобных мыслей. И наоборот, если вы направляете свои мысли на любовь, сострадание, благодарность и радость, то вы создаете связи для повторения этих переживаний. Но как мы можем сделать это, если мы окружены насилием и страданием? Не будет ли это самообманом и принятием желаемого за действительное? Нейропластичность не является понятием нового века, говорящим о создании своей реальности посредством позитивного мышления, а именно тем, чему в действительности учил Будда 2500 лет тому назад. Медитация Випассана, или как ее еще называют, медитация внутреннего прозрения, может быть определена как самоуправляемая нейропластика. Вы принимаете вашу реальность точно такой, какой она есть, какой она является в действительности. Но вы воспринимаете ее на самом глубинном уровне ощущений, на уровне вибрации и энергии, без предубеждения и без влияния мыслей. В мозгу на самом глубоком уровне сознания, с помощью непрерывного внимания, создаются новые связи, определяющие совершенно другой способ восприятия реальности. У нас же все получается наоборот. Мы постоянно позволяем идеям о внешнем мире формировать наши нервные соединения, а внутренняя уравновешенность не должна зависеть от внешних явлений. Обстоятельства не имеют значения. Только состояние моего сознания имеет значение. Само слово медитация на санскрите означает быть свободным от оценок, свободным от всех сравнений, быть свободным от всех соответствий. Вы не пытаетесь стать кем-то другим, так как вас устраивает все то, что есть сейчас. Чтобы подняться над страданиями физической реальности, необходимо полностью ее принять, согласиться с ней. В результате она становится чем-то внутри вас. А не вы являетесь чем-то внутри ее. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok